Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Армянская идентичность исламизированной женщины-армянки. Уроженцы Западной Армении по ГОСНУБАР. В фонд Татуян азербайджанские экоактивисты пытаются ввести в заблуждение международное сообщество фальшивыми гуманитарными шагами. После военный период в Арцахе обнаружено более 300 хачкаров. Турнир Кубка Западной Армении по Средбе из Лука 2023. У Сатаны острый язык. Раймар Берберян. Выставка на тему геноцида армян в Белисси. Предстоятель германской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Гаригин Бекчам в книге, проживающего в Германии турецкого писателя Кемали Елчина, уроженца Западной Армении и свидетель Века, рассказывает об инциденте, произошедшем в начале 1970-х годов в Марселе. По словам Гаригина Сарпазана, в армянской общине Марселя были армяне, пережившие геноцид. 80-летняя армянка Искарина постоянно рассказывала о пережитых ее ужасах. Гаригин Бекчам посоветовал ей написать о своих воспоминаниях, спускать несколько месяцев человек, переживший геноцид, получил психическое расстройство. И когда дети отвезли ее к врачу, заключение было следующим. Воспоминания о болезненных событиях прошлого нарушили ее душевные равновесия. Состояние, переживший геноцид, постепенно ухудшалось, она покончила жизнь самоубийством. Сегодня в современной турецкой литературе, можно сказать, сформировалось течение, когда темой литературы становится вопрос похищенных или чудом спасенных исламизированных в 1915 году армянских женщин. В печатных изданиях особо бросается в глаза документальная основа. Говоря о возможности обсуждения проблемы исламизированных армян, многие отмечают, На пути евроинтеграции турецкого правительства наблюдается некоторая свобода, однако движущей силой этой темы считаются потомки исламизированных армян, а точнее внуки. Полная статья доступна на нашем сайте. Уроженцы Западной Армении по госнубар. В Западной Армении всегда было много благотворителей. Известную миру имена Александр Монташанц, Микаэл Арамянц по госнубар. Однако, если в других случаях после смерти великого благотворителя его дело, как правило, не продолжается, случай по госнубара иной. Основанный им всеобщий армянский благотворительный союз стал первым храмом армянской благотворительности. Он был не только величайшим благотворителем, но и изобретателем, бизнесменом и дипломатом. В 1912 году с целью защиты интересов армян Западной Армении по инициативе католикоса всех армян Георга Пятого Суринянца формируется национальная делегация политический представительный орган, задачей которого является защита интересов армянства. Главной национальной делегацией назначается по госнубар. По госнубар приступает к работе. На всех международных дипломатических ассамблеях до и после Первой мировой войны возглавляемая по госнубаром национальная делегация активно защищает интересы армянства. Полная статья доступна на нашем сайте. Центр права и справедливости фонд Татуян распространил сообщение о последних событиях в Арцахе. Заявление в частности говорится. 4 апреля на 114 день блокирования дороги жизни Арцаха представители правительства Азербайджана терроризировались 27 граждан, направлявшихся из Гориса в Степанакет, и препятствовали их передвижению. Азербайджанские экоактивисты вломились в машины, терроризировали и угрожали людям. Чтобы дать возможность въезда в Арцах, азербайджанские экоактивисты незаконно выдвинули предусловие принять азербайджанское гражданство и проверить всех. Произошедшее еще раз доказывает, что экоактивисты, заблокировавшие дорогу жизни Арцаха, не имеют никакого отношения к экологии и защите природы. Эти экоактивисты действуют по наущению азербайджанских властей и под их подкровительством преследуют политические цели. Блокировавшие дорогу жизни Арцаха экоактивисты пропитаны ненавистью к армянам и занимаются пропагандой враждебности властей Баку. Произошедшее еще раз доказывает, что агенты азербайджанского правительства, экоактивисты создают в Арцахе серьезные проблемы и в этом контексте пытаются ввести заблуждение международное сообщество фальшивыми гуманитарными шагами. Центр права и справедливости фонда «Татуян» и защитник прав человека Арцаха представили все факты об истинных намерениях экоактивистов, заблокировавших жизненный путь, связывающий Арцах с Арменией и внешним миром, их антиармянской политики и прямой связи с азербайджанскими властями в отчете из 300 страниц, который был отправлен в международные структуры. Это объявление также будет отправлено международным структурам. После военный период в Арцахе было обнаружено более 300 новых памятников, которые не зарегистрированы в государственных списках, в том числе хачкары, надгробия с надписями, без надписей, руины церквей и часовин. Об этом в беседе с корреспондентом Арцах Пресс сообщила директор государственной некоммерческой организации Государственная служба охраны исторической среды Армени Арапетян. Коснувшись проблем поисковых работ из-за блокады, Арапетян выделил нехватку транспортного топлива, из-за чего организация полевых работ временно приостановлена. Новости о результате работ, проведенных до блокады, в основном были зарегистрированы на территориях общин Арутанагомер и Вагуас в Мартакерском районе, села Патара Аскеранского района. С радостью хочу отметить, что недавно поступила информация об обнаруженных в окрестностях Хатраванка ограждениях, которые, мы предлагаем, могут быть сторожевой башней. Говоря об условиях хранения обнаруженных хачкаров, сообщила, «Найденные организации хачкары после фиксации остаются на своих местах. Возможно, будущее поколение будет иметь больше возможностей для их изучения, и в результате будет больше информации». С 11 по 14 мая 2023 года пройдет турнир чемпионата Западной Армении по стрельбе из Лука, который пройдет в столице Республики Армения Ереване по адресу широки 40. Если вы желаете принять участие в чемпионате и стать спонсором Кубка Западной Армении по стрельбе из Лука 2023 года, можете связаться по номеру Оргкомитета или написать личное письмо. Номер телефона офиса Оргкомитета – плюс 1-818-262-3454. Номер телефона судейского совета – плюс 374-91550541. У сатаны острый язык. Раймонд Берберян. «Один человек, который мне очень нравится, упрекнул меня, поскольку по его словам я обобщаю турок. Он напомнил мне, что есть мусульманские армяне под османским мечом и есть христианские монголы. Да, я обобщаю, поскольку диктатор Азербайджана называет армян собаками, и на меня это подействовало. Он меня не знает, если он знает, что я здесь, и обобщая, включает меня в свою историю, я просто отвечаю ему. Я осознал, что даже до того, как узнал его, он был моим врагом. Никто не имеет права проявлять неуважение к другому, если он этого не заслужил. Да, я обобщаю, что турки убили семью моей матери в присвоенном Турции, Сеганакертии, Западной Армении. Для меня невозможно узнать, кто авторы этих погромов. Не имея возможности идентифицировать их, я обобщаю и тем самым обращаюсь к ним определенным образом. Приведу пример. Если китаец совершает преступления за пределами своей страны, то его страна глазами мирового мнения столь же виновата, как и преступник. Именно поэтому я не раз подчеркиваю, что каждый из нас, дети и внуки, переживших геноцид, осуществленный турецким государством против нашей большой армянской семьи, невольно своим поведением выраспроизводит образ нашего народа, поскольку мы послы без портфеля, которые представляют спасшийся от варварства тысячелетний народ. По какому праву Али включает меня в свои молитвы и проклятия? Я всегда был честным человеком, я никому не причинял вреда, не обманывал, не крал, я не убивал, и этот дурак оскорбляет меня, потому что он так думает. Кем бы он ни был, это жестокое нападение на меня с отяготяющими обстоятельствами. Это правда, скажете вы, но вы не собака, какое отношение вы имеете к этому? Я не понимаю, почему я должен игнорировать это оскорбление. Я не проголосую за Туркалиева и я больше не уважаю его. Что мне приходит в голову, то я излагаю в моем письме. Доброту я компенсирую добротой, несмотря на мою вежливость. С уважением, Раймад Рубен Берберян, быть значит принадлежать. Республика Западная Армения приближает нас к нашим корням, подумайте об этом. 5 апреля в Тбилисском парке Рики стартовала серия выставок на тему геноцид армян и культурный геноцид, которая проводится при поддержке армянской общины Грузии, Армянского студенческого союза Грузии и Союза молодежи Грузии. В ходе выставки были представлены фотографии и надписи, описывающие геноцид, а также архивные фотографии. Присутствующим раздали информационные буклеты. Люди приходили и изучали фотографии, читали надписи и знакомились с историей. Выставку планировалось провести перед зданием парламента Грузии, но согласно информации, предоставленной организаторами, в связи с ожидаемыми в этом районе другими мероприятиями, по требованию правоохранителей она была перенесена в парк Риги. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok